Ирина Нартова и Владислав Шевченко теперь соседи. Их квартиры расположены в одном подъезде, но на разных этажах. Впрочем, судьба сводила их и раньше. Первый раз молодые люди встретились в детском доме, откуда их забрали в приемные семьи. Совсем недавно Ирине и Владиславу исполнилось по 18 лет, а значит пришло время начать новую самостоятельную жизнь. Документы на квартиру и ключи от однокомнатной квартиры в доме новостройки вручаются Нартовой Ирине Валерьевне. К новоселью в квартирах готово все. Завершен ремонт, завезена и расставлена мебель. Дело осталось за малым – пригласить гостей. Находится небольшой шкаф, диван. Потом недавно завезли холодильник, стиральную машинку, утюг и микроволновую печь. Также там небольшая кухня, то есть стол. В общем, все в принципе оборудовано для проживания. Эти квартиры комфортабельны, квартиры благоустроены, мебелированы, современная мебель, холодильник, бытовые приборы. И Ирина, и Владислав сейчас учатся. В будущем планируют связать свою профессиональную жизнь с Одинцовским районом. А пока в планах у Ирины обустройство на новом месте. Хотела бы телевизор купить, потому что его там нет. Вот. Ну, возможно, диван там поменять. Но это потом. Сразу не получится все сделать. Владислав до окончания учебы переезжать в Голицыно не собирается. Молодой человек получает профессию пожарного в Волоколамске. Но уже спустя несколько лет он вернется в родной Одинцовский район, где для реализации программы «Максимум» ему останется создать семью и посадить дерево. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.